вот это вот у нас вишвакарман это собственно творец вселенной по ведам два раза он встречается в ведах его упоминаниях в куранах идет и так далее вот видите много рук это вот все качество присуще как раз творцу то есть вот видимо у Энгельса рука так сказать превращалась обезьяне в человека а вот тут видите сразу такое количество рук то есть гораздо можно больше сделать хорошего приятного доброго личного чем в общем-то обезьяна превратившийся в человека следующий кадр пожалуйста вот ну вот собственно говоря следы творения вот этот вот следующий ну вот это Праджапати творец уже нашего мира видимо вселенной и как мне представляется галактики следующий кадр вот любопытно значит это собственно наша галактика млечный путь мы сделаем семьями центр а здесь в общем-то солнце то есть мы видим это видно невооруженным глазом что как говорится мы на краю космической кумены то есть вдали от разного и вот эти вот разные так сказать рукава которые идут они до звездные скопления в целом а в этой галактике около 400 миллиардов звезд с планетами вместе поэтому собственно говоря можно себе представить что вот стараниями современных астрономов была кеплер такой значит орбитальный телескоп он обнаружил что практически по статистике у каждой звезды есть планетные системы то есть по крайней мере не намного меньше чем значит звезд то есть порядка 130 200 миллиардов планет нашей личном пути следующих так это все выглядит хорошую погоду то есть мы изнутри взгляд изнутри следующий кадр а вот в центре галактики наши очень хорошие такие как бы идут вращательные движения очень сильно вращаются звезды пока точно неизвестно что там происходит но активность там очень большая фактически гораздо больше чем на периферии следующий кадр значит ну вот что почему здесь возник организм мужчины и женщины необходимы следующем зачатие вот тоже вопрос но следующий кадр они видите они перепутались может быть нам с флешки тогда ну давайте ладно не важно ну вот собственно говоря мы имеем человека и половые клетки соединяясь запускают процесс развития эмбриона фактически откуда же в общем-то произошел человек кем он создан абсолютно непонятно вот тут вот нарисован вместо пупа такая кнопочка ну и осколок яйца то есть видимо первый человек должен был вывести из яйца то есть вообще был ли адаму пуп вот вопрос если он был первый следующий кадр ну вот так выглядит эмбрион человека с пупочным канатиком через этот пупочный канатик проходит питание к ладу в общем-то понятное дело это сильно подрубило ну как бы креационизм потому что непонятно собственно первого Адама и Ева как они выглядели имели они пуп вот пупочный канатика ведет или нет следующий кадр ну вот клетки организма обновляются раз в 7 месяцев это тоже очень важно понятно потому что в общем-то организм стареет это обновление оно в общем поддерживает метаболизм и в общем-то морфологию тела и различные процессы гомеостаз на в общем-то на определенном уровне то есть это необходимая вещь обновление клеток организма следующий кадр ну и здесь я делаю вывод вот то что вы посмотрели это касалось там конечно вселенной но тем не менее будет понятно почему это было здесь вот моя теория биологической инволюции она как бы говорит о том что половое размножение необходимо для того чтобы прошел процесс закладки нового организма в старом организме с возрастом накапливаете соматические поломки поэтому нельзя допустить чтобы эти поломки перешли по наследству именно поэтому половые клетки содержат одинарный гаплоидный набор хромосом и они изолированы от соматических клеток и формируются еще на стадии эмбриона то есть в эмбрион они амебообразными движениями вползают буквально в общем-то ганаду заселяют формируется домик такой в которой они живут ганадой это сделано для того чтобы поломки при старении организма не передавались по наследству вот мне кажется это вот очень важный аргумент в пользу сотворения тела человека для него необходимо половое размножение для человека то что говорит теория эволюции понятно половое размножение поставляет материал для естественного отбора то есть мы все разные мы изменяемся вот эта изменчивость она дает а естественный отбор выклевывает уже не приспособленных а приспособленные дальше живут и оставляет больше потомство ну так подарки вот и эти приспособленные эволюционируют от рыб и от бесчелюстных до человека ну и в общем этим достигается вот именно половым размножением достигается индивидуальная изменчивость организма есть кого выбраковывать процессе отбора но вот эти два процесса вот два две концепции они конечно антагонистичны и показывают что сначала собственно был организм в общем-то и объясняется почему собственно нужно половое размножение а вот эта концепция она объясняет уже естественный отбор а не организм то есть переключает нас на процесс эволюции якобы эволюции ну и вот соединяясь вот эти вот два м и ж они в общем несут разные гоплоидные вот когда они соединились это запуск дает старт для формирования зиготы оплодотворенные яйцеклетки уже плод начинает развиваться следующий кадр ну здесь мы видим такое ужасное существо то есть есть другие формы жизни не только человек то есть когда мы говорим о людях то фактически есть другая форма жизни чинистоногие я предполагаю что чинистоногие обитали на других планетах у них все разное следующий кадр ну например у них вот нервная цепочка на спине разные так сказать легких нет у них трахеи пронизывают их тело ну и в общем-то морфология экзоскелета то есть вот это вот панцирь их как бы вот их к ним уже изнутри 3 крепится мышцы то есть совсем другая нежели у человека она можно вернуться еще раз туда назад вот у человека в общем тут костяк скелеты и мышцы как бы внутри основа так сказать костная а и туда еще вот вот нет как чинистоногие у них нет скелета в общем только внешний экзоскелет но нет костей свечка ну вот здесь вот галактики вылезли интересные вот продолжение значит они так формируются то есть формируются они довольно не спонтанно здесь у нас видно что есть центр галактики здесь вот выброс элективических струй идет и вот это по центру этот диск это вот разные типы галактик на млечный путь вот такая вот галактика вот спирального типа вот она примерно так зарождается довольно сложный не определенный на следующий кадр ну вот здесь видно что черная дыра в центре это вот последнее исследование но это не факт вот этот релятивистский выходит выброс и вот этот диск вращаясь он формирует так сказать планеты вернее звезды и планетные системы вполне возможно что здесь участвует как раз более создатели следующий кадр но так выглядит центр нашей галактики млечного пути там обнаружено скопление мертвых звезд они очень быстро движутся и в центре находится гигантской черная дыра вот и который поглощает межзлёздный газ и какие-то другие образования но пока точно неизвестно собственно но это гипотетически такая потому что из нее выбросы идут плазменных вот этих струк релятивистские и совершенно непонятно как черную дыра которые ничего не выпускают черная дыра все на себя поглощает да в этом плане для нас очень неприятно выглядит а центральное светило они как раз они за родители они матери сущего и по черным дырам тоже подтвердили что они звездообразователи ну по церквам давать очень интересное добавление вот кандидат как раз биологических наук вот очень авторитетно да он добавил очень интересные вещи да да спасибо большое да это меняет предположение что в общем то там действительно зарождается жизнь и что вот это вот так сказать наша вселенная она вернее наша галактика она вышла это сличка ну тут вот очень мелко написано но если мы попробуем быстро укрупнить какие-то куски если это можно если нет пройдем дальше вот ну хорошо давайте я вижу да демиор проба с творческим он создает материальный мир да но все тут быстро не получается значит вращение планет чередование времени суток то есть планеты для чего нужны чтобы заселить людьми кто такие люди они собственно говоря ну грубо говоря разумными живыми существами они имеют и дух и материальные тела вот понятно что дух бессмертен но тело оно смертно и оно в общем то зависит его размножение от полупоренной клетки от безачатия нужны мужчины и женщины периодическая смена тел необходима в общем так как с возрастом приходит инволюционные изменения и понятное дело что вот эта форма существования пуруши как говорят веды или большого человека является способом существования творца в мире вот вспомним хотя бы по джапати который как раз создает первого мужчину и женщину ну брахма грубо говоря в восточной колософии по мере роста числа разумных обитателей галактики выстраивается нейронная сеть состоящая из популяции разумных существ то есть разные галактики они выстраивают эту нейронную сеть находящиеся на разных планетах и разумные существа обмениваются мыслями образом формируют коллективную модель мышления и сознания действительности у отдельных представителей популяции разумные существа назовеляют планету двигаясь от центра галактики к ее периферии поэтому очень важно здесь вот понимать что от центра идет движение периферии а не наоборот В общем-то, и существование людей или других разумных существ – это способ существования Творца в мире То есть нужна эта нейронная сеть, которая состоит из человечества Человечество в целом, даже такая мегапопуляция, такая генерация людей, она такую нейронную сеть формирует, галактическую Но важно очень понять, что в древних всяких учениях, в том числе и у Платона, Демиург не всесилен Он пытается подчинить хаотическое движение материи своей идеей А материя пассивно сопротивляется Она отсюда, в общем-то, разные, так сказать, неприятности, космические, планетные катаклизмы и болезни у человека Ум Демиурга посредством популяции разумных существ пытается разрешить противоречие, устранить хаос То есть его задача ввести в такую структурную мысль и хаотическое движение материальных частиц, упорядочить, создать и галактику Животных в центре галактики нет, я так предполагаю Разумные существа питаются специальной пищей изготовленных промышленных масштабов Ну, не буду говорить, что это за пища Поэтому есть там специальное исследование Ну, похоже, оно то ли на масло, то ли на такое какое-то... Ну, ладно, это уже информация не очень научная Полученная от контактных всяких самых В общем-то, ну, вот что-то на щербет похоже Одни промышленные Но деревья там есть, но животных нет на других планетах Значит, и куда попадают выпавшие из единого галактического организма переселенцы? Они попадают на края экумена космической Вот наша Земля как раз идеальный такой отстойник для вот этих переселенцев Со временем они превращаются в животных под воздействием недозагрузки мышления и приспособлений к местной среде обитания Ну, и понятно, что когда творец вселенной, вернее, галактики засыпает, а он периодически тубурствует, то, в общем, пробуждается Как нам говорят ведические источники, восточные И разумные существа гибнут, и галактика остается без обитателей, одни животные Ну, и планеты без атмосферы мертвые Главная цель человека, в общем-то, упорядочить космос Это и техносквера, но и самое главное самопознание А достигается это с помощью социальных механизмов Следующий кадр А подожди, можно спросить, а из какой источника гибридов? Ну, вот демиорг, можно вернуться там? Вот это демиорг, по поводу демиорга, это у Платона То, что он не всесиленно подчиняется, это есть его концепция демиорга Он, в общем-то, и ввел в науку этот термин По поводу Пуруши и Большого Человека, галактического социума Это, собственно, есть ведах Вот следующий кадр, если можно Вот это как раз Пуруша Миниатюра, в общем-то И вот этот большой человек Мы знаем, это довольно знаковое явление в восточной философии и мифологии Оно есть и у тристов, и буддистов, и у древних ведических Ну, оно по-разному называется Большого Человека Брахманы приносят в жертву Из рта, там, в общем-то, возникают Брахманы Из рук, там, в общем, Кшатри, из тела Вайши И там Шудра из ног Ну, такая мифологема Ну, вы это знаете, все прекрасно Я считаю, что это, в общем, единый галактический суперорганизм человеческий Вот так скажем Следующий кадр Ну, вот, сверхразум человека проявляется в зависимости от того, насколько вот этот вот взаимодействует с нами Этот галактический нейросеть, так скажем Следующий кадр Ну, вот, функция главная человека Ну, мы знаем дыхание, питание, размножение, передвижение Но главное, все-таки, мысли и образы Вот обмен мыслями и образами И встраивание вот эту галактическую сеть нейросеть Это главная функция, я считаю, человека Хотя, может, кто-то и считает, что размножение Нет, правильно имеете в виду, когда вы говорите о нейросете Это работа молчанова? Ну, вы знаете, есть исследования, вот, в том числе и молчанов В том числе и другие сейчас появились, очень интересные работы Но, насколько я понимаю, молчанов, он пытается представить в рамках всей Вселенной Если я не ошибаюсь, да? О земле, да? Ну, да, ну, можно Гернацкого вспомнить, если о земле Вот, ноосфера, да, это, по-моему, подходит Но я все-таки считаю, что галактический организм есть единый Это по косвенным другим свидетельствам Почему я так считаю? Я расскажу там, чуть ниже Следующий кадр Ну, вот, мост между мирами появляется некоторое Взаимное метапрограммирование разных галактических цивилизаций идет И галактический обмен мыслями и образами Ну, и тут надо особо сказать, что мыслями и образами идет и живыми и мертвыми Обмен, что современная наука отрицается Потому что наша современная наука в мертвых посмертное существование души И вообще живого существа не видит Вот, на самом деле, это и есть, конечно, этот обмен Происходит, битва экстрасенсов, чего только стоит телевидение Если посмотреть там Ну, следующий кадр, не будем отвлекаться Нейронная сеть человечества, в общем, это цель Творца и мира, и человека При помощи структурных мыслей людей вернуться изначально из состояния духовного покоя Таким образом он возвращается Он формирует галактику по определенному плану У него есть план по Платону А формировая, и через эту нейросеть он уже осознает, что он, собственно, делает И он возвращается к пониманию того, что он делает и кто он есть такой И когда он достигает этого понимания через этих людей, как бы, отстраненных То он, так сказать, уже, в общем-то, может вернуться в изначальное состояние духовного покоя И заснуть на определенное количество И сон Брахма, ночь Брахма как раз здесь и начинается То есть она не плохая, не хорошая А вот это периодическое пробуждение связано с этим С желанием познать и с желанием уснуть Ну, успокоиться уже Уснуть, как бы, очень мало Следующий как Вот здесь уже мы подходим к теории инволюции белого, так сказать, так называемого Взросление индивидуального организма, в общем-то, за счет воспитателей идет И самосознание, я есмь, в первую очередь, формируется у ребенка Потом семейное сознание, профессиональное сознание, общественное, государственное, цивилизационное Ну, понятное дело, что сюда не доползают многие Вот в эту вот далекую экумену Поэтому, в общем-то, идет даже сброс психической деградации, инволюция, сброса А то и просто недопрограммирование мозга Поэтому, фактически, до цивилизационного, космического сознания логоса, конечно, мало кто дорастает Еще до государственного не дорастает До общественного, конечно, тоже многие не дорастают А вот профессиональное сознание, семейное сознание Вот это кланы, да, это вот мы тут что-то такое кланы делаем Семья, да, вот семья Ну, я имею в виду в таком не очень хорошем плане семья И самопознание эго, да, то есть вот самосознание Это я есть, все для меня любил Это уж как бы главное, главное, главное Ну, идет таким образом психическая деградация То есть, фактически, люди, они движутся в обратную сторону Наши предки, карманьонцы, я думал, они все-таки дорастали туда Несмотря на то, что мы обладаем техносферой Следующий кадр Ну, здесь я вот показываю возрастное программирование мозга человека Как оно ведет Вот по профессору Филонову, мой учитель Он, значит, психолог Значит, вот лимбическая сеть есть и кора, неокортекс Они в некотором роде противопоставляются друг другу Неокортекс, это зависит от мысли нашей, пожелания, всякие мотивации А лимбическая система – это эмоции и чувства Ну, эмоциональная лимбическая система, она так и называется И фактически идет взросление и идет преобладание Мы видим, потому что речь загружается Где-то с трех лет начинается формироваться Ну, раньше, конечно, с одного до трех Вот Речь и эмоции, в общем-то, они не пропорциональны Потому что эмоции, они как бы следуют за речью И по сути у нас преобладает неокортекс Вот это вот мышление такое логическое И нет, ну, как бы сказать, интуиции Вот у многих людей она, конечно, проявляется Ну, экстрасенсы, в общем-то, довольно-таки серьезное исключение из этого Они как бы входят в состояние детства Когда у ребенка недозагружена кора Они как бы от смыслов абстрагируются Таких, которые она знает, понятия каких-то Они переходят просто вот на такое интуитивное мышление И у них уже обратно идет загрузка коры Именно вот от лимбической системы Именно поэтому они, значит, могут что-то знать, предвидеть, уметь И общаться с мертвыми и так далее То есть от рецепиента идет к индукту Вот здесь показано Ну, не будем до этого останавливаться долго Следующий кадр Ну, здесь вот четыре типа развития индивидов я вложу Ну, как бы они разные, конечно, люди Но, по крайней мере, их можно так обобщить Это такое идеальное развитие, индивидуальное мировоззрение Когда все центры эмоциональные в подкорке Они, в общем-то, включены Они взаимодействуют с неокортексом То есть включено мышление И оно взаимодействует Идеально Конечно, к идеалу нам только стремиться надо Вот это, в общем-то, довольно-таки догматическое Но я не хочу сказать религиозное догматическое Но формальное догматическое мышление Когда, в общем-то, идут преобладания только вот Каких-то истин, догмы И эти догмы уже формируют эмоции определенные Здесь мы видим материалистическое Вот такой вот тип человека Когда, собственно говоря, потребности материальные Формируют эмоциональные центры в лимбической системе И они взаимодействуют друг с другом Дают какую-то мотивацию в действии Ну, то есть, картошки я купила Этого накормила Этого, да, это, 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 ну, все Там, Лексус есть, дача есть Значит, на Канарах мы уже отдыхали Ну, и так далее То есть, идет вот по этим самым все время Ну, и чистый мозг образуется, когда Условно чистый мозг, конечно В условиях депривации То есть, от латинского лишения Когда дети Маубли, например, образуются Или просто, когда закрывают детей Там, вот, Маша сундучницей Ее пьющая мамаша держала до 13 лет в сундуке И давала, и там, чашечку молока просовывала Ну, и у нее там и тело искривилось И, ну, самое главное, психика, как же, деформировалась Просто чистый мозг Следующий кадр Ну, это, вот, один Басильев Один из основателей в советское время парапсихологии Который считал, что она есть Но все-таки объяснял ее материалистическими причинами Типа Кожинского, там, мозговое радио и прочее Следующий кадр Ну, вот это, вот, мой учитель Филонов У него была такая работа Дивизационная природа изменчивости Вот он показал, что вот это вот идет взросление И как вот в разные периоды онкогенеза Так скажем, в взрослые периоды Даже не онкогенеза Возможно, разные, как сказать, задержки развития И вот эти задержки развития Могут человека на том или ином уровне В общем-то останавливаться Вот, и, в принципе, можно Классифицировать людей уже поэтому надо Следующий кадр А, можно перейти на следующий тогда На следующий, плавно перейти Ну вот здесь мы плавно переходим на, собственно, деградацию До какой степени эта деградация может быть То есть, фактически, деградацию мы можем, конечно, остановить Но прежде чем-то, чтобы остановить ее Надо понять, в общем, в чем эта деградация заключается Следующий кадр Ну вот Пиаже, это швейцарский психолог Основатель Женевской школы генетической эпистемологии В общем, он известен тем, что он был создателем Операционной концепции интеллекта Следующий кадр В чем заключается эта концепция В том, что, значит, у нас есть три фазы Вернее, четыре даже Ну три, значит, когда самосенсорная фаза Первая фаза Вторая Ребенок от нуля до года где-то Вот он приобретает навыки Вот это вообще Потом дальше идет предоперационная фаза Когда он работает Предоперация, учатся какие-то конкретные операции в мышлении Потом идут фазы уже операционного мышления Оперативного мышления Вот, она где-то до семи лет формируется Из семи до одиннадцати Она уже завершается И в одиннадцать лет формально-логическое мышление должно быть Но формально-логическое мышление Оно, к сожалению, у многих не формируется Поэтому я же считал, что Значит, где-то больше половины людей До формально-логического уровня И вообще не дорастают Мы просто-напросто живем в мире конкретных Человек может быть очень умный Очень Вот он знает, чего, где лежит Чтобы это купить Достать, продать, перепродать Там навар какой-то Все там И шефт Все это он знает Вот Логистика, которая к логике никакого отношения не имеет Вот он может быть умным Но до формально-логических До понятийных каких-то Оторваться от действительности он не может Вот, к сожалению, больше половины у нас уже людей Поэтому, чтобы противостоять Вот этой психологической деградации Надо В общем-то Ну, как бы на уровне социума Надо, в общем-то, эти ментальные и социальные программы мышления Загружать ребенку Вот А именно недозагрузка Вызывает их Вот недозагрузка смысла в существовании Вызывает это То есть от родителей не передается Вот как К детям Следующий кадр Ну, вот это стадии когнитивного развития Вот, что я вам сказал Конкретных операций И стадии формальных операций Длина 14 На самом деле Половина людей До этого уровня Как редкая птица Не долетает до середины Днепра Так редкий человек До этой стадии В общем-то же не долетает Следующий кадр Мышление достигло стадии формальных операций Но это вот как он состоит Все, что Так сказать Вот То есть вот это вот Он раскрывает это понятие Что это Детективное мышление Способность к абстракции Способность формировать альтернативы Гипотезы Анализировать мысли Отделять логические операции От самих объектов Ну, понятное дело Что объекты для многих Это самое главное А логики здесь особо нет Следующий кадр Ну вот Ребенок Воспитание Отсюда понятно Засколько оно важно То есть это загрузка мозга Психическими программами Это необходимые условия Существования человека Если происходит Нетозагрузка Человеку Ну, условно говоря Психики, конечно То радости материнства Увы, не получится Или получится Но не очень хорошая Следующий кадр И вот здесь Я начертил график условный Социальные и ментальные программы Они как бы В общем коррелируют С влиянием внешней среды Понятное дело Чем меньше Ментальных и социальных программ Получает ребенок От воспитателей Тем больше влияние на него Внешней среды И вот ребеночек у нас Вот этот вот ребеночек Как бы его развитие От нуля до Там Восьмидесяти до ста лет И вот этот ребеночек У нас начинает клониться Это очень важно В ранние периоды А то может и так вот Еще наклониться В общем Влияние внешней среды Идет сильное А социальные и ментальные Программы Следующий Ну условно говоря Импритинг у человека Импритинг это С английского запечатления Такое Что если Андрюша Увидит маму курящую плющу То через 20 лет Андрюша В общем Не лучшим образом Не фатально Но бывает Довольно часто Такая наследственная алкоголизма Он как раз не Черепной коробке Что там мозги Там пропиты Они может быть и пропиты Но в основном За счет импритинга За счет запечатления Что в раннем В детстве Видит И стареет родители Их судьба К сожалению Довольно часто Следующий кадр Вот это Импритинг У животных Это Лоренс Известный Вот если из яйца Взять Утку И ее там Нянчить То потом взрослые Уже Или гуси Или утки В данном случае Они будут В общем Считать Вот Лоренса Они считали Своей мамой И они Коных водил Купаться Вот они Грумин Такой вот Вычесывание Волоски Грумин Конечно Считали что Мама очень хорошая Встреча Но к чему я это говорю Существует опасность Мауглизации То есть головной Детей Маугли Главной Мозг Воспитанных Животных Имеет человеческую Морфологию То есть Они не обезьян Никакие А у них Большие мозги Расстаются Нормально Но загружен То он по звериному Маугли Понимаете В чем дело И именно поэтому Дети Маугли Ведут Звериный образ жизни И при насильственном Возвращении В человеческий социум Очень плохо Социализируются Ну и понятное дело Из этого вывода Какой интеллект Приобретается В результате Воспитания В человеческом социуме Они наследуются Если бы Можно С помощью генов Наследовать Это другое дело Поэтому Весь дарвинизм Просто повисает В воздухе Мы же все время Как бы Оболочки телесные Странные Там вот Был таракан Вот обезьян А интеллект Откуда берется Человеческий На этот вопрос Дарвинизм Отвечает Популяция Людей Изолированная В человеческом социуме На длительное время Могут подвергаться Моуглизации Так же Как и дети Моуглизации То есть Грубо говоря Если не до загрузки Идет программ Интеллектуальных У всей популяции Не обязательно У отдельного родителя А у всей Вот они попали В какую-то иную Среду обитания И вот как Моугли Скажем И стали заложниками Но это происходит При геологической Изоляции Очень часто Когда допустим Вот Тасманийцы Отделился От Австралии Островной Там Тасманий Заливом Как раз Это произошло Где-то 8000 лет назад И когда Португальцы Приплыли Они увидели Эти голых Покрытых шерстью Дисцеральными Секрасившуюся Мозгом До 900 кубиков От 1300 Современного Человека Ну и в общем Они не нашли Ничего лучше Как охотиться На них Как на зверей Диких И очень быстро Их всех Истребили Ну кто-то От болезней Конечно Ну и даже Дарвин Писал в своей книжке По бигру Что Тасманийцы По-моему Не беременеют От белых колонистов То есть Так пошло Что видовое Разнообразие Уже нарушилось То есть Фактически Они стали Новым видом Вот В изолированных Популяциях В отличие От единичных Случаев Процесс Утраты Расцутка Происходит Не так быстро Как с единичными Случаами Дитино Магеря Но все-таки Происходит Вот И за пару-тройку Тысячи лет Вот Можно вспомнить Андаманских Негритос Которые ходят Голые И вялят Не знают огня Потеряли Практически Речь И вялят Этих Тушки Убитых Ими Обезьян На солнце Вот Ими Питаются В общем В общем Да Веселого Мало Следующий кадр Ну вот Это Оксана Малай Девочка Собака Которую Психиатрическую Лечебницу В интернат Для всяких Там С ограниченным С ним Спас Ну Ее воспитывали Собачки Вот И это Она уже взрослая Ей 15 лет Здесь Когда приехали НТВшники Говорят Ну Оксана Ну Полай На камеру Просто Покажи Какая Ты Собакой Была Вот Она Полаяла У нее Рецидив Начался Во-первых Она Покусала Всех Подруг После Этого Во-вторых Она Стала Выть Ее Пришлось Привязывать И Все Собаки Вокруге Стали Отвечать Там Гавкать В общем Не Рецидив Произошел Вот Что Даже Ну Следующий Кодор Ну Это Вот Одна Из Племен Следующий Кодор Вот Такой Моглизации Это Пигмеи Тоже 3000 Пигмеи Нас Говорили Что Пигмеи Такие Древние Наши Предки Ничего Подобного Около Трех Четырех Тысяч Лет Они Вошли В Тропический Лес Стали Жителями Этого Экваториального Леса И Фактически Очень Быстро Изменился Их Облик Вот Ну И Конечно Мозг Скоро Тоже Нельзя Ну А Даже Мозг Вторично Сокращается Психические Программы Уходят А Вторично Уже Мозг Скоро Слеча Кодор Ну Это Вот Одно Из Племен Как Раз В Всякие Копьевные Таралки В общем Они Там Кого-нибудь Серьезно Такой Регресс Назад О регрессе Никто Не Говорит Кстати Многие Чирика Очень Похожи На Эрак Астрологию Как Раз Популяции Которые Жили Полтора Миллиона Лет Можете Представить Это Все Так Быстро Произошло Что Отсюда Вот Эта Двуличности Такая Наши Науки Антропологическая Случка Вот Мобилизация Популяции Происходит При Потере Рассудка Интеллекта В Изолированных Еще раз Я тут Повторяю То же самое Сказано Изолированные Географические Популяции Следующая В Стадии Инволюции В популяции Земных Людей Они Происходят Схема Сначала Психическая Деградация До Определенного Уровня А потом Уже Идет И Биологическая Потери Формально Логического Развал Единого Социума Ну и Здесь Знаковым Является Потеря Человеческой Речи Потому что Речь Это В общем-то Не только Коммуникативная Форма А это Еще Как вам Сказать Внутренняя Речь У ребенка Когда он Обретает Речь Он В общем Начинает Внутреннюю Речь Формировать И он С помощью Речи Начинает Мыслить И Вот Это Самое Формальное Мышление Формально Логическое Это То Сразу Он Теряет Его Вот Это Вот Как бы Мозг Не загружается И психическую Программу Человека Сразу Теряет И Вслед За Этим Или Перед Этим Предшествует Потеря Человеческой Культуры Вот Ну И Понятное Дело Что Человек Без Культуры Без Речи Он Фактически Двуногим Таким Гоминидом Становится У него Проявляться Начинают Аффекты Потому Что Недозагрузка Мозга И Сенсорно Моторное Мышление Сохраняется Эмоциональный Дисбаланс Поэтому Сокращаются Эти Вот Теменные Ассоциативные Золи Мозга Выстраивание Идет Уже Дальнейшая Судьба Незавидно Встраивание В существующую Звериную Мишу Идет Имбридинг Уже У тех Зверей Предшественников Повадок Образа Жизни И резкая Трансформация Человеческого Тела В звери То есть Они Перенимают Повадки Им же Надо Кушать Хочется Всем Хочется Деградант Или Нет Понятное Дело Что Кушать Надо Быть Хищником Или Травоядным Поэтому Надо Зубную Систему Перестраивать Надо Уметь В общем Охотиться Если Это Хищник Надо Копть А не Ногти И так Далее И тому Подобное Клыки Нужны Мощно Идет Вытеснение Из-за Книж И уничтожение Зверей Предшествия Такая Интересная История Следующая Каза Только Вы Все время Говорите Имбридинг Наверное Вы Читаете Импринтинг Импринтинг Имбридинг Это Ну вот Здесь Очень Любопытно Показано Это Из Угничек Резко Церкви Здесь Интересно Изгнание Израиля Вот Ангел Который Адам И Ева Изгоняет Израиля Вот Этим Мечом Как Замахивается На них Огненным А вот Здесь Очень Любопытно Такие Святые Райские Старцы Стоят То есть В раю В раю Там Вот И И вот Это Вот То Что Осталось В мифологеме Это Передается И в Православие И в Других Я считаю Что это Реальное Какое-то Событие Которое Произошло Уже Касаемо По отношению К нашей Земле То есть Фактически Раем Можно назвать Вот этот Галактический Мир Условно Говоря Изгнание Из рая Это Вот эти Переселенцы Которые Сюда Вселились На Эту Зону Это Моя Спекуляция Но Тем Неменее В общем Я считаю Что в мифологии Это Просто Так Не Осталось А Возможно Так И Следующий Кадр Галактические Сверхорганизмы Состоящие Из популяции Людей Живущих На Разных Планетах Нашей Галактики Ну Это Большой Мозг Ассоциация Вот С Таким Телом Следующий Кадр Ну Теперь Можно О биологической Инволюции Если Вы Не Устали Поговорить Следующий Кадр Или Какие-то Вопросы Ну Вот Я Здесь Как Б Подвожу Итог Человеческий Галактический Организм Я его Условно Назвал ЧГО Состоит Из популяции Людей Ну То есть Человеческий Галактический Организм Да Понятно Почему ЧГО Состоит Из популяции Людей Живущих На Разных Планетах Нашей Галактики Млечный Путь Земля В силу Удаленности От Центра Быстрая Деградация Людей Попавших На Землю В разные Геологические Периоды Ее Существования Превращения В животных Однако По мере Взросления Роста ЧГО То есть Эта Популяция Она Расширялась Вот именно Космическое Галактическое Человечество Было Принято Решение Включить Видимо Было Принято Включить Землю В Галактический Круг Общения И В общем То Это Решение Было Принято Ну Как Это Осуществить Это Было Осуществлено Очень Простым Элегантным Способом В общем То Заселение Земли Кроманьонцами То есть Номой Популяции Людей Вот И Мы Все Все Существующие Люди Потомки Кроманьонцев Кто Не Знает Которые Появились 70 Тысяч Лет Назад А Всякие Ректусы И Кобилисы И Прочие Ну В общем То К сожалению Не выдержали Конкуренции Так Скажем И В общем То Совершенно Современные Люди Последующие Из-за Взрывной Рост Современных Технологий Призваны Обеспечить Возвращение Земли В Чагово То есть Видимо Нас Готовят К чему Я это Говорю Что Видимо Не было Предшественников Такой Огромной Цивилизации На земле Сюда Просто Вселенцы Такие Попадали Из-за Летка Ну И тут Быстро Довольно-таки Условно Деградировали Поэтому Косточек Как и Меневших И нет Потому что Популяция Была Небольшая Цивилизация Они не Строили А здесь Было Намеренное Заселение Людьми Кроманенцам Видимо Была Большая Популяция И все Время Они были На связи С этим Галактическим Сверхорганизмом То есть Эта связь Была И ментальная И духовная И Вот эти Открытия Вспомним Тесла Там Менделеев Всякие Там Эдисон Разные Разные Получают Открытие Извне Вот Кто-то Там Недверную Бомбу Изобрел Кто-то Там Сикстинс Кормадонна Написал Как Рафаэль Кто-то Еще Чего-то В общем Я считаю Что Связь Поддерживается Все Время И за счет Этро Цивилизация Развивалась Если бы Этих Гениев Не было Мы Давно Уже Скотинились Извинить Такой Взрывной Как раз Рост Современных Технологий Объясняется А не Чем-то Другим Ну Такая Версия Можете Не согласиться Со мной Скажут Что Мы Все Обезьяны Самопроизвольно Эволюционировали Там Миллионы Лет Обезьяны Не Эволюционировали С Десятки Миллионов А тут Вдруг Бац И За 300 Лет С Эволюционировали Следующий Каза Ну Вот Это Постоянно Космическая Общенность Людей Она Вселяется Периодически Эпизодически В биосферу Земли С последующей Деградацией Но Исключение Составляется Временное Человечество Следующий Каза Ну Вот Если Говорить О животных То Вот Такая Вот Схема Работала Раньше То Есть Она Фактически Новые Конкуренты Появлялись И В силу Того Что Их Мозг Не Загружался Психические Программы Человек Терялись Они Старых Выбивали Вот Там Адаписы Были Предшественники Современных Суконосцев Обезьян И В общем-то Адаписов Судьба Незавидна Они Сохранились Только На Мадагаскаре Все Выбили Суконосцы Быстренько Быстренько Но Это Не Значит Что Адаписы В Суконосцев Превратились Понятное Дело Но Это Схема Это Я Еще Подчеркиваю Миграции Животных Другие Эко-ниши Под воздействием Вышестоящих Конкурентов То есть Сверху Вниз У Академика Сушкина Учитель Ефремова Была Идея Что Значит Человек Где-то Вот Здесь Возник В Альпийском Предгорном Поясе То есть Он Имеет Экологическую Нишу Возникновение Ефремов Это Тоже Отчасти Видимо Разделял Эти Взгляды Я Начал Такое Нисхождение Своё Но это Современный Человек Которому Там От силы Я не знаю Сколько Ну Не больше Двух Миллионов Лет Если о человеке Как роде Говорит Следующий Ну Так Образом Выделяю Космические Люди Земные Люди Ну И Тут Где-то Водораздел Проходит Нелюди То Есть Вот Эта Популяция Одичавших Детей Маугли Или Просто Одичавших Ну И Фактически Затем Идет При утрате Рассудка Пополнение Звери На Эхо Ниша То есть Звери Это Экологические Формы Но Если Рассматривать Изменение Морфа Облика В Дарвинизме То Понятное Дело Что Они Все Время Говорят Звери Обезьяны Человек Да Ну А Изменение Мышления В Дарвинизме То Не Рассматривается Ясное Дело Что Тараканы Тараканы К Обезьяне И Только Человек Обладает Мышлением Как же Это уже Понятно Что Не Работает А Что Приводит К утрате Стремления Знаний И Потеря Мышлению Вот Это В общем Материальное Благополучие Постоянное Поиск Благоприятной Среди Обитания Делает Животными Бывших Людей Следующий Кадр Ну А Этим В общем Если Можно Вернуться Там В общем Совершенное Мышление Все Знания Присущие Космическим Людям Их Называют Боги Великимы Планетяне Вуфологии Им Все Знания И Совершенное Мышление А у нас Фрагментарный Поиск Утраченных Знаний Поисковая Активность У нас Здесь То есть Мы Все Время Ищем Смысл Существования Смысл Собственного Существования Смысл Существования Своих Детей И так далее Ну и мышление Конечно Очень фрагментарное У нас Меня научили Там Гайку Завенчивать Я буду До конца Жизни Эту Гайку А потом Свои Эти навыки Передам Сыну Как Священную Великию И он Тоже Будет Гайку Завенчивать До Скончания Века Это Считается Таким Исконным Главным Профессиональное Мышление Ну и конечно Оно Фрагментарно То есть Человек Даже Не поднимается До гипотези Или каких-то Абстракций Вот Это Плохо В общем Потери мышления Уже Близко Вот Это Такой Сигна Звоночек Приятный Следующий Как У 50% Ученых Нет Абстрактного Мышления Как Не Ученых А у людей Больше А ученые Я читала А как же Они ученые А вот Ботаники Наверное Они считают Они просто Считают Эти Тычинки Вот Дарвин Еще Кстати Очень интересно Написал Что Многие Геологи Думают Что Они В одном Карьере Если Перепишут Сугальку Вот Галька Какая Цветность Какая Фактура У гальки Какая Форма Какая Ну и так Далее То Они Поймут Процессы Геологические Процессы Вот Они Переписывают Вот Это Вот Все Тоже Очень Любопытно Следующий Казар Или Там Считают Количество Усиков У насекомых Два Усика Три Усика А вот Это Как Мне Один Я Все Время Говорю Специалист По Бабочкам Сказал Что У меня Крупный Специалист По Хоботкам Бабочкам От Кого же Произошло Я Все Время Рассказываю От Кого Произошли Насекомые Я Академик Меня Знают Во Всем Мире Ко Мне Во Всем Мире Обращаются Мне Пишут Письма Из Так Реальне Все Так Хорошо Напомним Серьез Шут Как Парайкина Кто Шел Пиджак Мы У У У У Специализация А Кто Ну Ладно Не Будем Да В Во В В общем Кости Скелета Попавшие В Землю Человек Со Временем Разрушается Поэтому Чем Ниже Тем Меньше Костей И Все Зависит От Популяции Людей Насколько Она Большая Или Маленькая Была Если Она Была Маленькая То И Существовало Очень Короткий Период Времени То От Ниже Мало Что Останется Вот Поэтому Ну И Людям Конечно Свойственно Хоронить Вот Это Маленький Кадр Показывает Что Есть Все Такие Косточки Если Увеличить Ну Ладно Не Надо Увеличивать Я Думаю Ну Да Кость Гиганта Маленькая Она Большая На Она Так Обломана И Вот Она Хранится Значит Вот Францис Текерей Значит Президента Палеонтологического Общества ЮАР В институте Морфологии ЮАР И Фактически Есть Ролик Гигант Южной Африки Возраст Ее Найдено Где-то В пластах 10 Миллионов Лет В Анальевой Шахте Южной Африки Вот Ну И Понятное Дело Он Говорит Что Этот Гигант Должен Быть 3-5 Метров 3-6 Вот По его Вниму Вот Это Кость Одно Из Таких Свидетельств Хотят Свидетельств Таких Достаточно Следующий Кадр Ну Вот Другое Свидетельство Это Череп Вернее Скелет Выкупанный В 1613 Году Профессором Рэком Он Проводил Раскопки В Улдвайском Ущелье Это Вот Вывернутые Пласты И Скелет Анагомического Человека Во втором Пласте Сам Практически Вот Сначала Ему Полтора Миллиона Лет Определили И тут Пласт Породы Твердый Не нарушен И Фактически Чтобы Пробиться Туда Интрузив Для Захоронения Ну В общем Все Это Было На Тормозах Скинуто Такие Спокальные Останки Следующий Кадр Вот Это Кладбище Динозавров Мексики Действительно Есть Кладбище Такие Вот Необычные Следующий Кадр Вот Крупнейшее Вымирание В истории Земли 440 300 ТТТ Динозавры Следующий Кадр Вот Ефремов Отчасти Обосновал Свои Книги Палеонтолог И писатель Почему Эти Образуются Вот Смотрите Он Интересно Говорит О том Что В общем То Массовая Гибель И Концентрация Вот Этих Остатков Она В общем То Похожа На Накопление И Область Сноса Вот Этих Разных Остатков Живых Организмов Трупов Грубо говоря Их Накопление В одной Области Вот И Фактически Тут Одинаково И Очень Трудно Определить В общем То Какая Была Причина Либо Это Массово Погибли Вот Эти Динозавры Огромные Кладбища Динозавров Это Очень Впечатляло В Тиньшане Вот Он Звездные Корабли Как раз В своей Повести Описал Это Как Два Палеонтолога В общем Нашли Под Скелетом Динозавра Череп Динозавров Следующий Кадр Ну Вот Так Вот Выглядит Версия Эволюционистов Гибель Динозавров То Есть Астероиды Какие То Вулканы Следующий Кадр Ну Вот Так Они Погибли Очень Живописно Нарисована Целая Картина Тут Эти Ядовитые Испарения Вулканов И Динозавры Все Погибли Маликопитающие Не погибли Другим Воздухом Дышали Следующий Кадр Так Тут Что-то Перепуталось У нас Следующий Это Дети Мавли Вылезли Следующий Следующий Ага Ну Вот Это Размещение Животных Подчиняется Вот Как-то Оно Все Животных Законы Широтной Зональности Высотной Поясности Следующий Кадр И Вот Понятно Что Эта Зональность Ландшафтная Поясность Материка Она В общем-то Характерна Для определенных Животных Человек Он живет Не в воде Там С рыбами А вот Где-то Там На бережку Обезьяны В лесах Млекопитающие Степель Леса Рептилии Разные Тоже Каниша Амфибия Кромка воды Ну и рыбы Ну и рыбы Собственно Это вода Ну и Изначально В общем-то Были они Изначально Конечно Для Придона Организма Дно Именно Поэтому У них Хорошая Сохранность И вот Здесь Видно Что Плохая Сохранность Останков Она Связана С Деструкцией Горных Пород Почему Потому Что Чтобы Сохранились Остатки Человека Останки В общем Их Нельзя Глыбами И там Гравием Забросать И все Они все Равно Уничтожат Их надо Песком В воде Глиной А вот Тут Остаточных Пород Маловато Верховьях Материка Поэтому Собственно И нет Окаменевших Останков Людей И Высших Так сказать Зверей На Верху Материка Древности А вот Внизу Как раз Рыбы Амфибии Они очень Хорошо Сохраняются Древние Ну и Сама Морская Вода Это Своего рода Консерватор Придонные Организмы Очень Хорошо Они имеют Очень Большую Сохранность По крайней Мере До 500 Миллионов Лет Ну и Вот Тут Я говорю О том Что Образование Сохранения Окаменелости Зависит От структуры Остаточных Пород То есть Вот Какая Глыба Гравий Далька Потому Что Они Разрушаются Сверху Вниз Эти Остаточные Породы И Постепенно Идет В общем То Изменения Вот Этой Вот Обломочных Пород Как раз Сверху Вниз От Глыб Да Будем Говоря Такого Ила Порошка Глина Люди Уничтожают Трупы Умерших Коронят Сжигают Случайные Смерти В пещерах Карст Ледниках Труп Не сохраняется Надолго Ну Еще Консервирующие Среды Есть Минеральные Натеки Левтяные Лужи Болота Это Все Конечно Консервирует Остатки Людей Но Ненадолго По крайней мере Через Какое-то Время Эти Окаменевшие Если Они Не Окаменели Эти Остатки Они Разрушаются Именно Поэтому Мы Не Видим Остатков Людей В Древних Отложениях То Есть Это Зависит Именно От Структуры Остадочных Пород И От Места Обитания Людей На Материке Следующий Как Ну Вот Так По Эфономии Идеологической Редописи Страницы 211 Значит Вот Это Неравномерное Разрушение Окаменелости Это Моя Схема Но Тем Не Она Отражает Я думаю Суть Вот От Континента Идут Разрушение Уже Окаменевших Остатков Даже Не Трупов А Окаменевших Поэтому Стираются И Предгорья Леса Вот Эти Вот Как Раз Факции Которые С Исчезают Потому Что Они Перетираются То Это Также Те Самые Камни Которые Даже Эта Кость Окаменевшая Она Тот Жекам Поэтому В ней Все Равно Вода Там Ветер Или Там Какая Разрушает На нее Действует Ну Просто Разрушает Следующая Ну Вот Это Осадочные Породы И Разрушение Материка Иллюзию Эволюции Они Дают От Чеченостных К К К Конфид Двенкопитающие Вот Как бы Иллюзия Она Связана С тем Что Разрушение Идет Материка Сверху Дниз Чем Больше Древней Тем Больше Материковые Пласты Разрушаются И Сохраняются Морские Отложения Они Очень Длитное Время Но Они Современно Вот Вывод Со Времени Массачные Породы Разрушаются От Верхов Материка К Низина Месяц Разрушается К Примерно То же Самое Ну Вот Понятное Дело Что По моей Версии Вот Здесь Существовали Некие Протолюди Которые Явнились Предками Животных Которые Просто Не вошли Вернее Они Были Разрушены Именно Поэтому Разрушение Оно Дает Иллюзию Эволюции Ступенечку Иллюзию Эволюции А на самом Деле Ступени Деструкции Осадочных Пород Не Больше Неменьше И Очень хорошо Показал Свои Книжки Но Он Так Закамуфлировал Хит Что Даже Не все Могут Это Увидеть На самом Деле Огромная Глава Лита Лейманоми Она В общем Третья Глава В этой Книге Это фономия Главическая Редкость Посвящена Если Правильно Читать И В общем Не предвзято Как бы Убирать Некоторые Там Здравиться В честь Дарвина И Лиеля В общем Но Говорит Что Актуализм Это Он Заложен Дарвином И Лиелем И Другими И Гекером Фактически То Что Было Давно То Что И Сегодня Примерно Так Он Звучит Поэтому Если Сейчас Есть И Рыба И Амфибия И Рептилия И Млекопитающий Человек Почему Мы Не должны Подразумевать Что Так Жение Было И В древности 500 Миллионов Лет Это Принцип Эволюцию Понимают Вот эти Ступени Ступени Деструкции Осталочных Пород Потому Что Как раз И Дарвин Или Геолог Основы Геологии Написавший Книгу Учителя Дарвина Они В общем Свою Эволюционную Доктрину Строили На том Что Сохраняются В древних Слаях Бесчелюстные Панцирные Колючие И И так Далее И так Далее Вот И Это Вело В заблуждение Вынужденные А когда Этим Разобрались То Поворачивать Уже Стало Нельзя Уже Такая Как бы Заложники Этого Движения Поступают На Эволюционную На Следующий Кадр Ну Пока Есть Еще Возможность На Следующий Кадр Ну Вот Доказательства Эволюции Вот У Человека Кто-то Переделал Большие Пальцы Ноги И руки По-разному К телу Кто Это Моги Сделать Вообще В открытой Позиции Пальцы Большие Смотрят Наружу А большие Пальцы Это Как раз Обусловлено Тем Что Руками Наберем Ногами Ходим Раз На большой Пальц Приходится До Сорока Процентов Вес Тела Вот Кто Бо Это Мог Быть Кто Это Мог Предел В Открытой Позиции Вот Так Вот А А Тогда Перекрученные Приклечья Следующий Кадр Вот Перекрученные Вращения Ладони Дело в том Что у нас Есть Вот Такое Движение Пронаций Софиналь 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 А ногами Так у нас Не получится Поэтому Если мы на четвереньке Встанем Для нас Привычные Вот так И хватит Нет А мы Перекрутим Сейчас я Покажу Четвереньки Главное Что ногами Мы не можем Вот Перекрученные Приклечья На четвереньках Вот так Она и появляется Тут Перекрученные А тут Нормальные Ноги То есть На четырех Конесяцах Мы не ходили Не ходили Никогда И мало того Звери Бывшие люди Почему Потому что Они перекручиваются И когда встают На четвереньки Они естественно Опираются Ладонями На землю И поэтому Они перекручивают Приклечья Естественно Вот Ну а в открытой Позиции Кто же это так По-разному Руки и ноги Передел Человек Ноги для ходьбы А руки для еды Для отделения Манипулирования Предметов Вот для чего Руки нужны А это совсем разные вещи Это же понятно Уже это Не просто логика А детский сад Это я думаю Школьник поймет Северчик А вот если Собственно Не перекрученные Предплечья Вот они как и должны Вот так вот Они должны Если они действительно Ползали на Четырех конечностях Вот Наши древние предки Мы должны Унаследовать И у нас Ладонь не с той стороны Вообще Знаете Вот какая вещь Интересная Ну Это конечно Я не знаю Вот я с морфологом Дзержинским Внуком Дзержинского Феликс Яновичем Над тем Дискутировал Где-то Долго и упорно Вот Он мне сказал Так хитро Прищурившись Когда я им Принес скелет Я им принес Ну у них Своих там Хватает Вот В общем Он прищурился Говорит Есть вопросы На которые Прежде Ну и мы так успокоились Наши морфологи Правильный курс От Феликса Яновича От Феликса Ну вот Не важно Да Следующий А вот Звери У них Эта функция Тоже У них Локтевой Сустав От коленного Отличается Здесь Вот как бы У нас Простой Шарнир А здесь У нас Сустав Который Позволяет Это Делать Это Очень Сложный Сустав Именно Здесь За счет Этого Пронация Но еще Лопатка Ключица Есть Которая В общем Рука Ездит Туда Сюда И мы Фактически Это Манипулятор Можем Так Завести Руки Это Так Это Это На 180 Ну вообще Как Угодно Руки Фактически Функция Руки У Четвероногих Приравнивается Функции Ноги Понятное Дело Ну а Никто Ж У них Анатомическая Рука Используется Как Нога И чтобы Она Не болталась Вот так Вот Связки Возникают Допустим У лошадей Которые Пристегивают Ну и вообще Чтобы Не было Этого Но Анатомия Это Сохраняется Человеческое Ясное Дело Что Звери Бывшие Люди Тут Все Ясно Вот По Анатомии Что Вот Тут Лопаткой Ключица По-моему Это Достаточно Убедительно Четвероногие Стали Использовать Руки Для Передвижения Функции Рук Захват Ног Передвижения Чего Тут Непонятного Какие Маркологи Какие Профессора И доктора И академики Должны Что Сказать Еще Понятное Дело Что Они Это Видят Но Если Они Даже Это Видят Прямой Они Не Могут Это Допустить Глаза Не Видят Моз Надо Все Менять Как Мне Один Сказал Профессор Надо Все Менять И Книжка Ваша Плохая Это Аргумент Следующая Ну И Ясное Дело Что Руки Если У нас Остались От Человека Ими Надо Что-то Делать А Кушать Хочется Всем Поэтому Надо Человеческой Рукой Либо Копать И Возникать Приспособление У кротов Как Лопата Вот У них Пять Пальцев Там Добавляется Некий Отросток Вот У китов Ласт У лягушки Это Опорная Функция Срастаются Здесь Локтевая Лочевая Кости Потому Что Они Не Нужны Лягушке Уже Ничего Не Надо Они Просто Срастаются У ящерицы Пальцы И Фаланги Изменяются Не Надо Когтями Держаться За Субстрат У крокодила Смотрите Какая Лапка У птицы Это В кисть Превращается В кривок Ну И У летучей Мыши А у Тиранозавра Вообще Остается Два Пальчика Они Не Нужны Вот Эти Пальчики Они Рудиментарные И Сами Ручки Маленькие Такие Они До Зубатой Пасты Свою Не Могут Это Сам Потому Что У них Пасть Все Делает Все Ну И Что С Ногой Происходит С Хождение У Всяких Разных Животных А потом И На Фалангах Хождение То Есть Фактически Они Упираясь На Вот Эти Вот Кончики Пальцев Они Быстро Бегают Допустим Лошади И Рудиментируются Все Пальцы Кроме Одного Лошади И Средний Палец Увеличивается В размерах И Очень Быстро Они Скачут Навстречу Красотам Ну В смысле Убегают От Хищников Конечно Угодно Потому Что Их Хотят Все Время Скушать И Они Хотят Ускакать Это Ясно Поэтому Это Все Приспособление Но Лошади Передние Ноги Лучше Чем Задние Приспособлены Ну И Передние И Задние Хороши На Передних Далеко Не Ускачиваешь А На Задних И Передних Ускачиваешь Далеко Ну Следующая А Вот Пяточная Кость Которая Ненужна Им Как бы Она Сохраняется Пятая Колеса В телеге Ясное Дело Что Человек Там Мы Опираемся На Пятку Сначала Делаем Шаг На Пятку А Потом Переносим А Зачем Пятка Если Она Лисит Логика Вот Ну И Ясное Дело Что Вот Таким Образом Выглядит Инволюция В Разное Время Заселялась Биосфера Земли С Разными Типами Живых Существ Такими Человеческими Почему Инволюция Быстрая Каменялости Не Сохраняются Потому Что Быстро Приспосабливались К Животному Образу Жизни И Входили В А Ниши Поэтому Не Сохраняются Каменялости А Вот Когда Адаптировались Существа Уже Хорошо Так Приспособились Такие Всякие Клыки Когти Они Уже Размножилась Популяция Увеличилась Она Уже Существует Стабильно Долгое Время Нашла В биосфере Свою Нишу И Она Уже Может И миллионы Лет Существовать Как Кистепер Рыба Там Сотни Миллионов Лет В этой Нише И Все Она Уже Мало Меняется И Останки Находят Лясное Дело Длительное Время А вот Быстрые Приспособленческие Инволюции Конечно Их нет Потому Что Живое Существо Очень Быстро Ищет Следующий Казар Можно Вопрос Нужели Вы Считаете Что Именно Все Были Человекообразные Заселенцы Скорее Всего Позвоночные Да Нет Позвоночные Да Но Не Обязательно Человекообразные Нет Нет А я Сказал Про Членистоногие Что Вот Эти Все Галактики Мне кажется На мое Такое Представление Галактики Они Разные Типы Вот Этот Творец Производит Разные Типы Потому Что У Членистоногих У них Много Манипуляторов Ну Грубо Говорят Десять Круп Да Поэтому Я Членистоногие Называю Но Их Может Быть И Больше Не Известно Сколько У них Было И Там Уже Манипуляции Вот На каждом Такая Как бы Мини Зажим Такой И Фактически Не Надо Иметь Вот Этот Руку Которая Сходится Все Пальцы В Точечном Захвате Обхватывают Предмет На Сумочку Тоже Самое Да Вот Можно Иметь Пять Этих Манипуляторов И К одной Сумочке Все Протянуть И Раз И Схватить Даже Может Быть Получше Получиться Чем Одной Рукой Да Но Функция Примерно Та же Самая Что У Человека Что У Ченисторуки Так Называем Вот Поэтому Это Зависит Видимо Уже От Этого Демиурга Галактики Который Создает Эти Формы А То Что Были Не Только Ченисторуки И Люди А Какие Другие Разумные Существа Я Думаю Их Там Полно В Необъятном Необъятном Космосе Вот Но Это Вы Видели Слящий Сказок Да Ну Таким Образом Человек Ну Мы Говорим О Человеке В данном Случае Вот Психическая Деградация Угасания Интеллекта И Катастрофическое Сокращение Головного Мозга И Прямоходящегося Это В общем Она Начинает Искать И Усиленно Искать Вот Место Обитания И Она Выбивает Водных Там Обезьян Хищных Прежних Хищников В общем Идет Импринтинг Да Вот Это Запечатление Иммолвизация То есть Идет В буквальном Смысле Подражание У своих Предшественников И Когда Они Обзаводятся Похожими Приспособлениями Они Уже Грубо говоря Своих Учителей Просто Либо Съедают Либо Выбивают Либо Просто Выталкивают Из этой Экологической Ниши Вот И А куда Им деваться Этим Учителям Которых Научили Там Как Нарвать Метать Эту Добычу Или Как Траву Кушают Вот Только Умирать Поэтому Идет Смена Этих Эпохальных Фомонетических Комплексов Следующих Ну Старые Новые Звери Да Новые Звери Вот Видите Они По Мере Деградации Специализации Даже Как Закон Выглядит По Мере Деградации Специализации Животных Нарастает Обратный Процесс Трудно Объяснить Если У нас Специализация Как Вдруг Звери Специализированные Приспособленные Очень Хорошо К Какой-то Среди Обитания Вдруг Начинают Терять Свою Специализацию И Куда-то Рвутся 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 К Человеку Им Там Что Намазано Что Ли Что Человеком Обещаются Золотые Воры Куда Они Рвутся Они Очень Хорошо Приспособлены Никакой Эволюции Нет Все Это Сказки На самом Деле Наоборот Процесс Происходит А так Как Постоянно Идет Ротация Новые Виды Обезьян Входят Человека Прямоходящие Потом Идут Четвероногие А потом Старые Виды Начинают Обезьян Под Тех Одаписов Сухоносые Обезьяны И Одаписам Куда Деваться Надо В новых Каких-то Зверей Превращаться Ну и они же могут жить Человекообразно И сразу В каких-то Новых Зверей Превращаться Вот таким Образом Идет И этот Период Нестабильности Биосферы Когда Вся Биосфера Приходит Движение То есть Она Начинает Под воздействием Новых Существ Резкое Обострение Конкуренции В связи С вселением Новых Человек Обезьян То есть Австралоптеков Уже Существующие Эхо Нише Но не Австралоптеки А такие Прямоходящие Похожие На них Древние И это Приводит К появлению Новых Видов И умиранию Старых Видов Позвоночника Вот А это Экологические Ниши Существующие Вот Ну и специализация Идет Нарастание Этой Специализации Следующий Как Ну Еще Сколько Вам 15 минут Ну Сейчас Да Ну Сейчас Уложусь Да По 15 минут Сейчас Мы быстро Проскачем Всю Эволюцию И выйдем К Творцу Да Полицентризм В палеонтологии Я ввожу Новый термин То есть Это как бы Есть Полицентризм В антропологии И Ну Происхождение Рассовых Групп Независим А есть Полицентризм В зоологии И палеонтологии Я пытаюсь Это Выстроить Сходство В строении Тела Живущих В разные Периоды Кренозоля Оно Порождает Иллюзию Эволюции От Единого Предка Изменение Фауны Позвоночного Оно Связано Как раз С этим То есть Грубо говоря Вот Фауна Существует Там Миллионы Лет Ну Десяток Миллион Или Больше А вдруг Она Резко Меняется Совершенно Приходят Другие Животные По всей Этой Млекопитающей И Опять Они Существуют До Определённого Места Это Вдруг Резко Такой Как бы Скачок И Непонятно С чем Это Связано Причём Долгое Время Пытались От этих Выводить От старых Копытных Новых Копытных От этих Средних Копытных Современных Копытных Но Это Не Удавалось Потому Что У них Разная Морфология Абсолютно Они Все Копытные Но Они По разному Копытные Грубо говоря То же Самое С Хищными Криодомты Хищные Есть Которые Жили В этот Промежуток 55-35 Миллион Но Но Они Очень Разные И От них Новых Копытных Современных Никак Не Выбудешь Поэтому Стали Говорить Хитро Стали Говорить Что Был Какой-то Неизвестный Таксон Сестринский От которого Произошли Криодонты И Современные Хищные Это Сплошь И Рядом То же Самое Про Китов И Про Хоботных И Про Всех Всех Грызуны Более Приспособлены Были Даже Древние Безозойские Грызуны Были Ранее Приспособлены И Вдруг Их Сменяют Менее Приспособленные Копуляции Временных Грызунов С чем Это Связано Понятно А Объясняется Что Есть Вселенец Никий На определенных Периодах И Он Дает Новую Радиацию Вот Этих Вот Животных И Конечно Они Родством Старые Грызуны Или Новые Не Связаны Вот Животные Первопроходцы Осваивают Новые Экологические Ниши Новые Деграданты Подражаются Сохраняют Относительно Большой Головной Мозг Это Создает Иллюзию Эволюции То есть Циквализация На самом деле Инволюция 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 А не Иллюзия Эволюции Как Здесь Следующий Кодор Ну И Такой Вывод Палеонтологической Летписи Фиксируется Длительное Он Говорил Следующий Ну Это У Дарвина Половой Отбор Половой Отбор Есть Такая Книга Половой Отбор Происхождение Человека И Половой Отбор На самом Деле Половой Выбор Конечно Мы же Видим Без Дураков Кто Отбирает Павлина С этими Глазками Где Это Сила Какой Творец Ладно Хорошо Какой Будет Природа Отбирать Глазками Это Есть Выбор Определенный Он Говорит Выбери Меня Выбери Меня А Эта Самочка Значит Вот Уже Загитметизированная Он Тысячу Глаз Перед Ней Распредел Да Выбор Вот Половой Выбор Эти Рога И Копыт Эти Всякие Шлемы Там Усы Там Всякие Бороды Это Все Привлекают Самцов Самок Друг Друг Поэтому Половой Выбор Они Ясное Дело Но Говорить Об этом Не Хотят Все Твердятся А Кто Отбирает Логика Ломается Следующий Ну И Вот Здесь Видно Что Как Логика Ломается Отбирает Человек Даже Он Очень Впечатлился Что Ивкусственный Отбор Вот Это Все Значит Индивидуально Изменчивость Человек Отбирает Кого Особи С ценными Для Человека Признаками Молоко Мясо Собачек Отбирает Всяких На Усладу Женщин Или Детей Всякими Ушами Хвостами В общем Этим Скрещиванием Надо Разбербанить Геном Чтобы Генотип Чтобы Вычренить А потом Соединить Это методы Селекции Соединить И Парочка Появится Ценных Особи Их Можно Задорого Продать Но Этим Заводчики Занимаются Хоть Коров Хоть Собак В общем Ну И Это Дарвин Очень Впечатлил Он Все Перенес На Природу И Ну Как же Они Могут Они Что Субъектностью Обладают По отношению Какого Самца С какой Самкой Скрестить Да Не в Жизнь Самки Самцы Сами Скрещиваются Под деревьями Корягами Где угодно В воде Так сказать Понравились И сошлись Они не спрашивают Отбора Кого они Поэтому И наиболее Приспособленных Особей Тоже Глупость Они Все Приспособлены Они Все Приспособляются Одновременно Вне Зависимости От того Какая У них Генетическая Наследственность То есть У кого Белый Лук У кого Черный Лук Абсолютно То есть Фактически Логика Простить Он считал Что Это не Условие Отбора А у него Природа С большой Бук А под ним Скрывался Творец Вот А Дарвинисты Это Синтетическая Теория Волюции Не верят В Творца Они говорят Что природа Условия Среды Или борьба С существованием Отбирает Неболи Приспособленных Она не может Отбирать Логика Поэтому Все Говорят Биологи Зоологи Палеонтологи И всякие Прочие Академики Профессора Что логики Здесь нет У нас Все без Логики А раз Нет логики Природы У нас Логики Нет Мы Занимаемся Вот Мы Считаем Эти Штучки Трещинки Будем Считать И докторские Писать Вот Ну Как бы Себе Дороже Следующий Кодор Ну Вот Это Подарвина Творец Или Природа Отбирает И Они Пишут Что Образование Новых Видов С признаками Полезными Для животных Ну Понятное Дело Что Творец Альтруист Природа Что Альтруист Человек Для своей Пользы Отбирает Коров И скрещивает На мясо На молоко На сало На свиней А Природа Для кого Для животных Старается А давно Она это и пишет Что Существо Она Очень Заботится Что Все Так Было Красиво Многообразен Поэтому Вот Это Существо Невидимое Творец Все Это Скрещивает Скрещивает Любуется И радуется Просто Радуется Ну Это Понятно Но Все Повторяют Это Всю Глупость Как Будто Творцу Делать Ничего Только Вот Это Скрещивает Самков Самцем И Радоваться Какая Там Будет У Некое Потомство А Самое Главное Убивать Должен Творец Отбор Неприспособленных Он Убивает А Приспособленных Оставляет И опять Их Жернов Круговорот Вот Ну и пишет Скорость действия Здесь Очень Высокая А тут Очень Низкая Поэтому Это Не Видимо Это Не Видимо Это Происходит Мы Верим Ну и ясно Вот Как Подмину Понять Происходит Ну Логики То Нет Формального Мышления Эволюция Жилища Это Какая Такая Эволюция Жилища Оно Что Жилище Само Эволюционировало От СБ К Этим Многоэтажкам Такая Стрелочка Да Само Жилище Вот Человек Он Сам В общем Строит Себе Жилище И Выбирает В Ну Ясно Что Я Не Знаю Какие Придурки Извините За Выражение Солюш Извините Меня Следующий Кадр Ну И Вот Здесь Эволюция Фордовских Машин Это Прям Прекрасно Как Они Эволюционируют Машины От Этой До Самой Распорек Ну Такие Старые Кадры Ну В общем Какая Эволюция Опять Какая Эволюция Ну Человек Как Субъект Он Делает Эти Машины А Кто Делает Животных Какая Эволюция Неправильный Термин Употребляют Нет Никакой Эволюции А Говорят Эволюция Техники Эволюция Компьютера Эволюция Вселенной Эволюция Вообще Эволюция Стала Уже Лейбом Таким У нас Эволюция Отношений У нас Все Эволюция Нет Антогенеза Разбития Вся Эволюция У нас Все Эволюция Ну и здесь я пишу Концентрируясь На этом Условия Среды Отбирают По естественной Эволюции Среду Обитания Выбирают Сами Животные Но это Вынужденный Выбор Понятное Дело Что Выбора Особо Нет Надо Жрать Кушать Хочется И вообще Защищенность Нужна И поэтому Они Начинают Кто-то Гибнет При этом Материал Для отбора Поставляет Мутации Ну то есть Индивидуальная Изменчивость Полезные Закрепляются Внежные И уничтожаются Изменения Сначала Организм Фенотипа Потом Генотип Приходит Вот Тут Как бы Лысенковщина Как видите Критерии Отбора Полезные Признаки Для организма И критерии Выбора Наличие Пищи Возможнования Размножения Ну и Ваш выбор Вот где Больше Логики Все понятно То есть Входят Они И становятся Заложниками Среды Обитания Животные Вот А тут То чего И кто-то отбирает Слонов Все время Там отбирает Собак Отбирает Волков Отбирает Зачем Ну следующий Да сейчас Давайте вопрос Ну да Ну вот Значит Подарвинов Хорошо Приспособлен Вот детки Оставляются А плохо Приспособленные Детки Иллюминируют То есть Они погибают Вот То есть Творец Это делает Он Селекцию Проводит Ну или Природа Или Слове Среды Или Борьба Она Делает Селекцию У меня По-другому Человек Потерявший Разум Он Конечно Превращаться Начинает В животное Хоть На 4 Точки А динозавры Кстати Не стали На 4 Точки Они На 2 Их Всегда Ранее Динозавры Они Двуногие Вот И там Птицы То же самое Причем Ранее Много Признаков Имеет Человеческих А позднее Уж Совсем Никак Вот И выбор Среды Обитания Они становятся В общем-то Этим И оно Воздействует Эта среда И на детей И на Н и Ж Это же Ясно Что и на родителей И экологический Карман Они входят И становятся Заложниками Среды Следующий кадр Ну я думаю Это знаете Почему Трофим Денис Вечелосенко Который считал Что фенотип Ну как бы Ну ладно Давайте уберем Сессия Воскнила 48го года Среду Обитания Образ жизни Выбирают Сами животные Под влиянием Изменяются Сначала Организм Критерии выбора Наличие пищи Обороны Возможность Что изменяется Жевательный аппарат Под определенный вид Хищный Растительный Появляется Приспособление Адаптация В зависимости От образа жизни Лазание Рытье Бег Плавание Полет В зависимости От среды Обитания Климата Изменяются Покровы тела Шерсть Чешуи Подкожные Жерки То есть Рептилии Это экологическая Форма Это же не Систематическая Какая-то Лестница Нельзя сказать Что амфибии Более примитивные Рептилии Это просто Экологическая Форма Тем более У ранних амфибий Было Живорождение У ранних Рептилий Было Живорождение Это известно И у рыб Было Живорождение Тоже Вся эта схема От яйца Вернее От икри К яйцу К живорождению Глупости Ничего такого Нет абсолютно А найден Окаменевший Эмбрион Появляются Средства Обороны Нападения Рога Панцирь Большие Когти А что делать Что делать Надо выживать Вот они Выживают Ну и Следующий кадр Дарвин Селекционная Теория Изменчивости Не верна Это вывод Так как Селекцию Организмов В природе Некому проводить Ну некому Ну некому Просто В природе Идет приспособительная Изменчивость Живых организмов Приспособительная Изменчивость Приспосабливаются Заряди обитания Вот эти приспособления Они наследуются То есть Фенотип Переходит к генотипу Искусственный отбор Животных Вывод И изменчивость Природы Имеют разные Механизмы То есть Когда мы скрещиваем Коров Куры Или кого-то еще И хотим Бройлерных цыплят Там вывезти Или еще чего-то Раздерболит геном Это совсем другая история Нежели к тревогам Вот и все На этом Я думаю На этой веселой ноте Видите Тот слон Любовно Обнимает слониху Да Это кстати Выбор тоже Александр Иванович Можно спросить Вот каким образом Идет быстрая эволюция Если частота мутирования Составляет от 10-5 до 10-7 Ну эти цифры Просто меня поражают Вы как генетика Доктор наук Конечно Это факт На слонах Показано Их было такое Разнообразие слонов Они такие разные И они живут Долгое время Слоны Ну где-то там 60 лет Допустим Длительное время Что просто Нет возможности Путем Так называемого Отбора Произвести популяцию Там динаты Ну там разные слоны Они всех по-разному Бивни И всех по-разному Экологически Но всех обутные И вот за этот Короткий промежуток Но он не короткий Он длинный Все-таки Нет возможности Произвести И считают Что некоторые Даже биологи Высказывали на этот счет Что Как же так Вот на слонах Даже надолго Живущих организмов Показано Что нет Вот этого Селекционного Вот этой вот Как бы Селекции Живых организмов В природе Некому В общем-то Они не успевают Просто друг с другом Чтобы вот так вот Скреститься Скреститься Чтобы на них Повоздействовал отбор И чтобы они Так сказать Не нужно Иллюминировали Вот эти рога И компоненты Ну в смысле Бивни И хоботы Выросли И уши Такие Большие Да Ну следующий Комбас Вопросы Я хочу за две минуты То, что он сказал Срезюмирую Потому что Ты говоришь Там Это моя точка зрения Это моя точка зрения Вот у тебя там Одна была табличка В нашу тему Космическую Что боги Там На планете Они все Об этом состоят Все знания И там еще что-то Вот нам Посчастливилось Расшифровать Внеземной сигнал Пришедшим Из центра галактики И с этим Открылась масса информации Вот именно Об эволюции Эмволюции И о деградации Человечества Вот как это представляется Потому что Чтобы это понять У нас на Земле Все есть Есть аналогия С чем сравнивать Поэтому Вот самая Вот эта аналогия Деградации Эмволюции Это учебный класс Учителя Обыкновенные Шкодные Вот То есть Мир он замкнут Оттуда только идет информация Мы не обмениваемся С той информацией В ученика в классе Только вкладывают информацию Он только с учителем Может обмениваться Правильным полем Или нет Он не может ему давать Нас буквально заставляют Ползать в цивилизацию Дальше Дальше идет После какого-то периода Идет экзамен Но на эволюцию Человек заявляет Я вершина Ему говорят Давайте экзамен Если он этот экзамен Не сдает Вот сейчас Вот экзамен Как раз происходит К нам пытаются Пробиться оттуда И говорят Ну удостоверьте Стоит ли вас Впускать в космическое сообщество У тебя тоже была эта тема Вот Если мы это не проходим Вот этот экзамен А человек его не проходит Случается катастрофа Запланированная Стирают Поэтому ты говоришь Нет отложения Нет между Как бы переходного Вот этого звена Между животным и человеком Стирают И вот когда катастрофа происходит На земле остаются Маленькие кучки И вот тогда Человек начинает Деградировать Но деградирует он Потому что у него Пропадает Во-первых Вышибает весь интеллектуальный слой Который Так сказать Планктон Он да Он может все сказать А руками это он сделать не может Остаются Те люди Которые Приспособлены К земле Ну в общем-то Развал социума Это однозначно Дальше Технические строя Вышибают Вот эту вот Техническую прослойку Они начинают Ну то есть Сейчас с автоматом бегали Патроны кончаются Они начинают Берутся Ну понятно То даже можно и не говорить С этой Дальше Человек начинает Деградировать Фактически Когда он Выходит со школы А двойщики Начинают деградировать Сразу Вот если он Сам себя Не самообразовывает Вот как вот здесь Люди собрались Они пытаются Что-то понять Он уже начинает Деградировать А технический прогресс Он не говорит Что он эволюционирует Вот То есть он лук поменял На автомат Это ничего не значит Головы режут Тут точно так же Если шею В каком-нибудь В 600-ом мерседесе Возят Что он эволюционирует Вот сейчас Она Катастрофа Близится Вот этот экзамен Они говорят Мы вас сотрем И все И заселим по новому Вот И те животные Остаются У которых Вышибает Вот эта вот Катастрофа Вселенская часть Их средообитания Они переходят Ну Одни сильные Остаются Другие мелкие Опять же От средообитания Зависит Вот как человек Так и животные Но вот Сейчас Сейчас у нас Вот этот момент Деградации человечества И почему деградирование? У нас точка бифуркации Мы еще не прошли Мы переход должны сделать А мы не хотим Почему не хотим? Человек У него полностью Отсутствует Образное мышление Раз Он не хочет Образовываться Два На половину Маленькая Очень часть хочет А остальное Ну вот она Упирается Ей говорит Сделай так Она нет Я по-своему Она не может Соотнести Элементарных вещей Вот аналогия Мало надо Это философов Платон То есть человек Вам еще раз слушают Это все оттуда идет Подсказка Деградирует С выхода Из школы Взрослый человек Как опять же ты сказал Вот хоботок я знаю Все остальное Мне не интересует Узкая специальность А академик Он должен знать Академическое знание А у нас академики Они узкие Поэтому задавая им Один вопрос Они не могут тебе на это ответить Фактически Это деградация И сейчас у нас наука разбита Образование разбито И все так Фрагментарное мышление Конечно я согласен Просто совсем согласен Я вот не хочу Вопросы давайте Не комментарии Только немножко Комментарии Вот смотрите Мы сейчас находимся В России Института Востокомир Значит базовые понятия РАН РАН Российская академия Значит какие Это Инкарнация Карма Ну и сансары Да Если кто слышит Значит Вот смотрите Значит За этим Там стояли знамения Вот Это не было Какими-то там Ифологией Или какими-то Религиозными Вещами Которые участвуют Сейчас Сейчас Я Да Вот смотрите Вот Значит Вот теперь смотрите Значит Вот Насчет То что идет Деградация Я Немножко Супер Сейчас скажу Пару слов Сорок лет Я занимался Исследованием Подсознания Ну и практически Вот ту Духовную часть Человека Да Просмотрел Абсолютно Со всех сторон Я понимаю Что очень сложно Говорить Об этой части Потому что Сравнивать нечем Это же не предмет Вот И естественно Значит Теперь У нас Докладчика Были все время Разговоры о том Что Мозг Все мозг То есть практически Духовная Раз Это составляет Разм Ты мозг Давайте Посмотреть На кадре Там Слово Стоит Разм Но Нарисовывается Это сам Мозг То есть получается Что Согласно Твоей Концепции Значит Мозг Вторичный Если разум Вводит Зачем содержать Мозги Большие Они сокращены Там и слова Нет То есть Все мозг Получается Ну это просто Эквивалент Материальный Надо же на что Так Не 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 Так вот Так нельзя Если мы говорим О духовной составляющей Нужно о ней Говорить Что это Как она взаимодействует Ее структуру Этой части Да Но нельзя Перекладывать это На мозг Который конечно Все знают Что здесь Это совсем другой Нет Нет Ну Еще раз Есть материальный аспект А есть духовный аспект Так Надо об этом говорить Я и говорил Что во первых Разум Утрата разума Приводит к деградации мозга Не наоборот Правильно Что мозги Ну ты говоришь О развитии мозга Все время Посмотри Я о развитии мозга Не говорю Ну как же Загружается Такими-то программами Психическими Психическими Правильно Ну когда ребенок Ребенок у нас Ну Николай Михайлович Послушайте Внимательно Ну два слова буквально Вот когда ребенок Просто уходит И попадает в лес Да Его воспитывают звери И он уже зверем На всю жизнь остается Это вот как раз говорит О важности этих психических программ Когда мать с ним занимается Она передает ему этот Концентрированный опыт человечества Он возрастает А в детском доме Ну всякие есть Я просто обостряю Это специально Александр На самом деле Я же вам говорю Мы задаем ребенку Фиксированные идеи То есть мы уничтожаем У него все Что еще осталось От духовного человека И вот Ну вы отчасти правы Это лучше чем ничего Если не загружать совсем мозг Программами психическими Будет дети мало Да Вы предлагаете Из детей Как вот начать вот это Надо сначала До определенного возраста Загрузить А потом уже включать Творческое мышление Креативность Вот это творческое мышление То что вы сейчас назвали Это враженную способность Нечего ее Ну хорошо Надо же заниматься с детьми А если их просто кинуть Ну пресс Ну заниматься Для этого нужно ребенку И нам всем здесь понимать Что такое духовная составляющая Ведь вместо того Чтобы было духовное развитие Вот когда мы загружаем мозг Программу Мы наоборот Уничтожаем этого Ребенка Какие программы Какие программы Если дарвинизм В школе преподается Так вообще можно Социал, там, дарвинизм Да-да Ну, скажите, пожалуйста С точки зрения Фундаментальной физики Тут сделать некоторые Ну, пожалуйста, пожалуйста Значит, во-первых У нас есть две стрелы времени Одна стрела времени Это термогономическая стрела Правильно? Она говорит о увеличении В системе энергии А есть космологическая стрела времени Которая говорит о снижении В системе энтропии Так вот, если подходить С этих точек зрения У нас получается Что есть и одна Есть и другая Поэтому, когда вы говорите Об инволюции Очень хороший доклад Большое спасибо Но, тем не менее Вы говорите О возрастании энтропии Но есть и другая Которая говорит О увеличении Антиэнтропийных свойств Системы Ну, живые организмы В любом случае Он всегда снижает Общую энтропию Системы И вот В связи с этим Видимо Имеет право На существование И теории эволюции Безусловно Многие теории эволюции Тоже имеют право На существование И они существуют Одновременно Что касается того Что тут кто-то Откладывает яйца С людьми Допустим Наверное С этим придется Согласиться Потому что Ну Из термика Человек Не получится Никогда Но, наверное Человек И не сможет Выродиться В термика Тоже Ну, современный Теорий Конечно Но Что касается Ваших замечаний По поводу того Что были цивилизации Все-таки Я вам потом расскажу Что они наверняка были И может быть И не одна Потому что Краманьолец Это 30 тысяч лет 70 Ну, 70 тысяч Это не играет роли По сравнению с Но мы все потомки Краманьолцев Вот что важно Сегодня То есть Изменилась Человеческая популяция Все остальные Которые были до этого Они просто исчезли Причем Все эти разговоры Что там Веново Неандертальцев Я просто закончил О том Что Обратите на это внимание На два вопроса Ну, конечно Продолжение следует...